Детские оздоровительные учреждения нашего округа практически готовы к открытию нового летнего сезона. «Орленок», «Радуга», «Лагерь настоящих героев» и «Объединенное королевство» официально находятся в реестре лагерей Московской области. А это значит, они под пристальным наблюдением и контролем. После недавнего осмотра этих учреждений межведомственной комиссии были выявлены некоторые нарушения. Типичное замечание для всех наших загородных организаций – это отсутствие в полном объеме медицинских книжек и, соответственно, тех анализов, которые необходимы. У нас здесь присутствует также представитель Одинцовской областной больницы, которая очень внимательно просматривает эти книжки, чтобы все были отметки, чтобы каждый сотрудник лагеря был полностью безопасен для наших детей. Главе муниципалитета представили общую картину готовности детских лагерей на сегодняшний день. Несоблюдение мер противопожарной безопасности – одна из частых проблем в этой сфере. «Необходимо разработать на объект с массовым пребыванием людей более 50 человек в соответствии с постановлением правительства Московской области, и с вашим постановлением необходимо обязательно, чтобы на объекте был план действий по предупреждению ликвидации ЧАЭС». Андрей Иванов, в свою очередь, порекомендовал не только выявлять нарушения и замечания, но и предлагать помощь. Подключать к подготовке лагерей любые административные ресурсы. «Где-то, может быть, физически или финансово у людей не хватает сил, чтобы до контрольной точки исправить все замечания. Тогда мы тоже должны активно вовлечься и все вместе эту работу выполнить. Здесь мы готовы поставить плечо, потому что все-таки детский отдых и безопасность, и комфортные условия для нас – это самая приоритетная сейчас повестка». Кроме того, обсудили и другие виды летнего досуга для детей. Это и трудовые лагеря для подростков, и летние лагеря дневного пребывания на базе школ. Оплачиваемые рабочие места второй год подряд предоставляет Министерство по культуре. Оздоровительный отдых на Черноморском побережье также будет организован по всем стандартам. «Не снимаем с повестки лагеря на наших курортах. Точно, если бы вдруг по каким-то причинам Крым бы не получился, значит, поехали бы в Краснодарский край, где мы тоже были и тоже хороший уровень сервиса». В ходе летней оздоровительной кампании в прошлом году смогли отдохнуть свыше 22 тысяч ребят. В этом году планируется охватить более 28 тысяч детей в возрасте от 7 до 15 лет. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.